Первые гидросамолёты появились ещё в начале 20 века. Гидроавиация активно использовалась в Первой и Второй мировых войнах. В середине столетия она переживала настоящий бум, а потом наступило затишье. Сегодня большие гидросамолёты строит только наша страна. Гидроавиасалон в Геленджике — это солнце, море, полёты и поиск направления развития мировой гидроавиации. Геленджик. Само это слово давно стало синонимом понятия «курорт». Если у вас отпуск, хочется провести эти дни на пляже, под лучами по-летнему жаркого солнца. Однако в сентябре под Геленджиком можно увидеть совсем другую картину. Сотни людей едут куда-то в переполненных автобусах, а потом идут от остановки вдоль дороги по жаре. Что же заставило одних бросить осенний отдых, а других — осенние заботы? Ответ прост. Гидроавиасалон Геленджик-2006. Для всех, кто неравнодушен к двум стихиям самолётов-амфибий, морю и небу, это отличная возможность отдохнуть с пользой. Здесь, на территории испытательного центра Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, международный Геленджикский гидроавиасалон проходит уже в шестой раз. Этот салон — единственный в мире, специализирующийся на амфибийной авиации. Единственный, несмотря на то, что многие авторитетные эксперты утверждают, за гидроавиацией будущее. Дело в том, что очень многие природные катастрофы происходят там, где обычная авиация бессильна. Самолёт-амфибия, то есть способный взлетать и садиться как с воды, так и с обычной ВПП, во многих случаях может быть просто незаменим. Доставить продовольствие и медикаменты, эвакуировать больных и раненых, привезти спасателей и миротворцев — всё это под силу лучшим современным гидросамолётам. И нередко только им. Уникальны они и как летающие огнеборцы. Пожарному самолёту-амфибии незачем садиться для заправки водой. Он способен набирать её в пролёте над ближайшим водоёмом. Противолодочные самолёты и вертолёты сегодня могут оборудоваться совершеннейшими средствами наблюдения и обнаружения. Без развития противолодочной гидроавиации немыслимо развитие подводного флота любой страны. А обзавестись боевыми субмаринами сегодня не прочь очень многие. Сегодня Россия прочно занимает лидирующие позиции в гидроавиастроении. Научно-технический комплекс имени Бериева имеет громадный опыт в создании гидросамолётов, в том числе и противолодочных. На гидроавиасалоне в Геленджике бериевцы — гостеприимные хозяева, а их машины — признанные фавориты. В полётной программе участвуют как гидросамолёты, так и машины, взлетающие с суши. Подготовка к полётам и управление самолётами в воздухе ведётся тоже с учётом особенностей каждого вида летательных аппаратов. Отдельно проводятся предполётные указания в обиходе брифинги. Пилоты получают задания, руководители полётами уточняют порядок взлётов и посадок. Летать они будут со своей испытательной базой, где и лётчикам, и руководителям полётов всё известно до мелочей. У руководителя полётов гидроавиации есть помощник, который подсказывает лётчикам состояние водной поверхности гидродрома, направление и силу ветра. Он находится на борту лодки, непосредственно на гидродроме. В это же время на одной из военных баз ВВС готовятся к полётам пилотажники, лётчики легендарных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Именно сейчас принимаются решения, каким быть полётом и быть ли им вообще. Групповые полёты над акваторией бухты, окружённой горами – дело трудное и ответственное. На каждом таком собрании детально обговариваются условия полёта. Местность, погодные условия, особенности аэродрома. Даже то, в какой конкретной точке взлётно-посадочной полосы раскрывать тормозной парашют. Любая неточность, недоработка может стать роковой. Особое внимание уделяется орнитологической обстановке. Аэродром находится рядом с морем, в густонаселённой курортной зоне. А значит, птиц здесь немало. Безоблачно, видимость более 10 километров во все стороны. Орнитология удовлетворительная. Техники готовят машины к вылету. Проверяются все узлы машин. А пилоты тщательно репетируют предстоящий полёт. Зрелище завораживающее. Кажется, что эти люди выполняют какой-то древний магический ритуал. Продолжаем право, убираем шасси. И раз. Перекладываем влево. Наконец, всё готово. Лётчики стрижей после осмотра самолётов выстраиваются перед своими машинами. Это тоже одна из традиций. И только после того, как все будут готовы, они занимают свои места в кабинах истребителей. Такова традиция. А традиции в авиации выполняются всегда и везде. И вот начинается самое главное. То, ради чего сюда пришли сотни людей. Полёты. Не имеющий аналогов огромный А-42. Этот самолёт обладатель свыше 150 мировых рекордов. В КБ имени Бериева разработано множество его вариантов. Противолодочный, спасательный, пожарный. Каждый вылет гиганта – зрелище фантастическое. Кажется, что море, как и небо, его родная стихия. Но самолёт прекрасно взлетает и с обычных, сухопутных аэродромов и уверенно садится даже на далеко не идеальные ВПП. И вот скорость набрана. И самолёт уверенно взлетает и набирает высоту. Полёт проходит в непростых условиях. Вокруг гидродрома горы. И на посадку приходится заходить по крутой глиссаде. Даже у опытных пилотов не всё получается идеально. Под восхищёнными взглядами публики А-42 торжественно всходит на берег. У А-42 огромный экспортный потенциал. Самолёт может стать прекрасной основой военно-морской авиации любой страны. И такие модификации машины уже существуют. Это самолёт очень близкий к самолёту Ту-22М3, стратегическому бомбардировщику. В принципе, лётчик, садящийся на него, может провести полную аналогию по реакциям самолёта. Единственное, конечно, ограничений здесь поменьше. И самолёт очень многое прощает технике пилотирования. Довольно-таки, я считаю, легко на нём произошло освоение полётов со взлётом и посадкой на воду. А вот младший брат А-42, Бе-200. Эти кадры сняты через бортовой перископ в кабине пилотов А-42, своеобразное зеркало заднего вида. На этом гидроавиасалоне самолёт установил несколько новых рекордов. Уже установленным 34-м добавились ещё 5. Все рекорды были установлены на Бе-200 МЧС России, прилетевшем из Португалии. В Португалии самолёт тушил лесные пожары. Даже небольшая авария при взлёте с озера Бе-200 задел верхушку дерева, подтвердила достоинство самолёта. Несмотря на неожиданное столкновение, машина уверенно продолжила полёт. А повреждения были устранены в самые короткие сроки, прямо на месте. Португальцы были настолько впечатлены возможностями русской амфибии, что обещали подписать контракт на покупку нескольких машин. Оценить самолёт действий смог и главком ВВС России Владимир Михайлов. Главнокомандующий занял место второго пилота во время рекордного полёта по замкнутому 500-километровому маршруту. Опытному лётчику не составило труда сразу же найти с машиной общий язык. Очень приятно. Машина летучая, я бы сказал. Я вот делал набор высоты снижения. Она просто не хочет лежать. Очень летучая. Ну и выбрали удачный маршрут. Совпало, что точка разворота очень кучевой обуви. Так мы вокруг не ушли. И пошли назад. Сегодня уже известно. Бериевские машины будут закупаться для военно-морской авиации. И вот в небе пилотажные группы. Выступления стрижей и русских витязей стали настоящим украшением гидроавиасалона. С геленджиком у пилотов этих групп связано многое. Именно здесь, на первом салоне в 96-м году, русские витязи впервые после трагедии в Камране официально выступили новым составом ромба. Здесь началось возрождение легендарной пилотажной группы. С тех пор, каждый сентябрь, они прилетают сюда. Экспонаты выставки, несмотря на всю их специализированность, пользовались искренним вниманием посетителей. А для специалистов салон стал весьма представительной выставкой продажи. Летные характеристики, уровень безопасности и комфорта, ремонтопригодность, возможности модернизации – все это интересовало покупателей российских самолетов-амфибий. И на все вопросы они смогли получить самые исчерпывающие ответы. Устроители мероприятия уверены – в 2008 году Геленджик станет настоящей столицей мировой гидроавиасалона. Новый аэропорт, как обещают власти города, будет в тому времени достроен. А это значит больше посетителей и больше контрактов, которые так нужны российскому самолетостроению. А в том, что они будут, никто не сомневается. Ведь ликвидировать отставание от России в сфере создания самолетов-амфибий за два года не сможет никто. Так что иностранцы, как и раньше, будут приезжать, смотреть и покупать.